Всероссийский комплекс готов к труду и обороне после своего возрождения уже крепко стоит на ногах. Про эти нормативы знают сегодня и приморцы, которые теперь по несколько раз в год даже проводят целые фестивали ГТО. Но не все знают, что среди всего списка физкультурных упражнений комплекса есть и самооборона, или более привычная и сокращенная самба. Об этой дисциплине рассказали именитые приморские самбистки, которые провели открытые уроки для местных школьников. Они очень активно принимали участие, особенно когда узнавали, что самооборона. Они изначально пугались, думали, сейчас их будут кидать, швырять. Но потом они очень внимательно наблюдали, очень внимательно участвовали в этом всем. И в целом очень хорошее впечатление оставили от этих открытых уроков. Нормативы самба в ГТО были включены в комплекс в 2016 году. Примечательно, что приказ был подписан в честь 77-летия признания самба спортивным состязанием. С того дня в нормативах появились основные приемы самостраховки, освобождение от захватов, а также защита от ударов. Всему этому как раз и обучали наши амазонки, приморских парней и девушек. Эти упражнения включены в комплекс, начиная с четвертой ступени, то есть с 13 лет. Но наличие самба в нормативах не обязательно, его сдают по желанию. Это, например, хороший выбор для молодежи, которая занимается боевыми единоборствами. Детям рассказывали, какие привилегии дает этот комплекс, что может при сдаче на золотой значок студент, допустим, на военную кафедру поступить без сдачи контрольных нормативов физической подготовки. И детям это было интересно, и я думаю, что это даже их простимулировало. Декада открытых уроков ГТО организована региональным центром тестирования Приморского края. Там отметили, что такие же акции пройдут в школах Приморья и в ноябре. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.